Предварительные результаты, которые были проведены ректорами высших учебных заведений Одесской области, показывают, что объемы госзаказа падают. В 13 крупнейших высших учебных заведениях падение объемов госзаказа на степень бакалавра составило более 24% в сравнении с прошлым годом. Причины таких результатов связаны прежде всего с очень низкими результатами внешнего независимого оценивания, которые показывают прежде всего выпускники средних школ области. Сюда же, по словам специалиста, относятся причины демографии и глобализации. Часть молодежи уже нацеливает на обучение в иностранных высших учебных заведениях. Сравнили в Совете ректоров и то, как результаты ВНО связаны с количеством бюджетных мест в том или ином регионе Украины. Так, во Львовской области, которая близка Одесской по числу высших учебных заведений, количество бюджетных мест оказалось больше. Связано это с тем, отмечают эксперты, что результаты ВНО там оказались выше. На бюджетные места рекомендовано на 77% больше, чем в Одесские вузы. Почему берем Львов? Потому что Львов, он сопоставим по числу высших учебных заведений, по, скажем так, количеству студентов, по объемам в недавнем времени приема. По словам специалиста, такие данные были получены при анализе приблизительно 44 специальностей, которые определяют инновационное развитие региона. В целом же, по словам экспертов, в этом году для Одесской области рекомендовано около 3600 бюджетных мест, которые распределяются между региональными вузами. Сейчас рекомендовано в каждый вуз конкретное количество абитуриентов. Вот я вам сказал цифру 3600, примерную цифру, потому что, как видите, здесь нет еще данных двух вузов. Это примерно на 25% меньше, чем было рекомендовано в прошлом году. Теперь абитуриенты, рекомендованные на бюджетные места, должны до 5 августа принести оригиналы своих документов в выбранный вуз. Списки таких абитуриентов уже опубликованы на сайте Министерства образования и науки.